06 на 3 22 года поехали ну я сегодня посвящу 5 таки очень хорошая акция на вот мой ролик идите пока вас не остановит вот но как бы есть там замечание что такие что почему нет изображения там 5 10 дело в том что у меня вот здесь простая веб-камера и она дает изображение уже некуда там какой-то вонючий самурай там я там их там боюсь там понимаешь и такой по и 5 10 хотя и вот оброже там не не было но я ему еще хочу сказать еще все трупы под халхит голом не собрали и помните как маршал василевский вас разнес вашу миллионную армии потерял 12 тысяч человек почти для операции такого масштаба почти ничего что значит не какой-то сталинский халуи власов ученик жукова да и даже родственник ну я сейчас не об этом я вот хотя бы продолжить потому что друзья мои вот не напрасно были труды к нашей я благодарю тех кто распространял ссылки кому кто не просто хочется зерцать как большинство там мы анализируем и анализе хочу делать то неизвестно понимаете я говорю конкретно что мой упрек не военным они вот изначально операцию спланировали хорошо но неплохо по крайней мере но все уперлась в тупость так сказать политического руководства коммуняча почему мы в афганистане так сказать зависли во первых эти дебилы там повели неправильно наши святами цвейка встречали экономическую политику не начали насаждать свои колхозы и вонючие совхозы вот и нас сразу возненавидим понимаете а мы могли и другой момент они опять-таки ограниченный контингент дебильность должен быть неограниченный контингент начал военные действия где мы там не военные действия в принципе начинали вводили все равно войска в другую страну надо столько войск вводить сколько необходимо для окончательной и как можно быстро победы чтобы минимизировать же счастье сопутствует говорил наполеон большим полкам человек кучу в отличие от коммунистов соображал но вот смотрите что положительно знаете какие-то сдвиги сразу наблюдались говорил о том что нужно дополнительные силы чтобы из со стороны киева с северной части да и с южной части со стороны так сказать в направлении на херсон двинуть херсон одессу вот этом направлении и по всему периметру по протяжении надо обязательно двигаться на запад к львову кровно к выходу на нога преднестровую к выходу на границе и вы знаете я просто хочу вас порадовать что действительно впервые вот с этого момента войска действительно пошла стрелочка на жетонах очень меня порадовала хоть небольшая хилая ведь это не ущерб теме в нашем силам которые ну так сказать захлопывают час клещи так сказать на в отношении восточной восточной группировки бандеровцы да а мы можем кратно увеличить наши силы можно вводить в день по 9 по 2 дивизии ну то есть разумно водя понимаете может не опытные части вводить там где не предполагается я потому что вот сразу вы скажу что они с основные свои части не сосредоточили как я предполагал восточной части бандерляндии да а в западной части у них таких что там одна две бригады может быть там поэтому у киева там пара бригад в направлении херсона она одна две бригады и посмотрите результат тут хорошая особенно в направлении херсона нашей части не просто там разбомбили вот у нас все там адрес там под разбомбили а что мы бомбим это что бандеровцы делаем эти воючки тупые которые тупее любой обезьяны нет это все наше оружие все наши танки нашего все производства наши технологии ну и мы это все вроде своими руками а вот здесь взяли базу 10 тысяч тонн боеприпасов там танки автомобили то есть но крупный какой-то захвачивать объекты снабжения и почти это произошло без особых потерь вот значит я еще хочу сказать есть но всматривался в карту вот эти города ровно львов они довольно таки отдалены от границы если даже в отношении вот этих но они создали свои банды местные бандеровские которые называют там территориальными батальонами но можно же просочиться такой тонкой линии как а вот жук суворов подошел перед ним было болото нашел ну тропиночку там шесть солдат изглазили все болото нашли только один проход вся армия вытянулась в ниточку и пришла вот и здесь же также можно попробовать был двинуться вдоль границы там по белоруссии вдоль там за приднестровья туда и снести и главное их пограничной части вот разогнать их просто или пусть они переходят на нашу сторону или просто как бы разоружить и с богом как говорится вот потому что бандеровцы же это почему важно потому что масса людей действительно поставленные вот коммунистами с их правом нации на самопределение вот это то что они разбили россию по национальностям вот это вот слабоумные идиоты вот они поставили людей что масса русских людей оказалась там чуть ли не за границей и и американцы его опять-таки вооружили свою бандеровские части а наши коммунисты ничем не вооружен они наоборот тут столе и понимаете какая ситуация то есть я думаю что надо дело в том что вы посмотрите если бы придерживались вот этой тактики но я брошу на предыдущие видео то есть война то уже бы закончилась можно так прошел пять километров и сделали гуляй город ну кто военную историю знает да быстро военное сооружение такая маленькая крепость то есть завезли бетонные блоки поставили бетонные стены все это сварили в один день вот поставили блокпосты у битву положили бетонные блоки все наскоро и поставить там гарнизон не 2 ты не 200 как они десантников там а две тысячи виде вот десантники отбивали скажем три атаки да но могли не отбить а две тысячи и ты не сунешься у них нету там таких сил и через какое-то расстояние прошли там вдоль границы еще городок поставили еще еще там напорные укрепленные пункты так называем и так по всей границе больше там и так далее и румынии и почему важно важно еще последующим причинам ну вот в польше там и перебрасываются части там румынии и так далее нас заверяет на то что воевать не будем но будут не будет но надо всегда рассчитывать на худшее давайте то есть если они даже бы собирались воевать то они бы тоже говорили что мы не будем мы должны рассчитывать на худшее так мы как только мы возьмем под контроль границу даже не обязательно вот ровно там львов окружается ивано-франковск вот эту всю западную часть достаточно просто взять под контроль границу и они все будут в стратегии не в оперативном даже окружении в стратегическом окружении нам останется только сжимать вот это кольцо вот тогда уже можно будет постепенно окружить львов окружить ивано-франковск и вы знаете это сразу убьет надежду вот эти потому что и главное что оседла в границу мы прекратим поток долларов ядов взрывчатки гадости подлости все это запад а как замечательно сказал сергей михеев а пошла нам джо в же европа и все такое прочее понимаете и газдепия и все пошли они вот туда понимаете все огородиться от них штыками вот там байден заявляет что у нас чуть ли не любит вы уже эту любовь уже убедили так сказать уже 15 тысяч убитых 13 тысяч убитых на донбассе ну я думаю что это цифры заниженные гораздо больше короче говоря вот я как бы такой ну и вот заметьте как мои предсказания сбываются свое время я говорю давайте наладим производство беспилотников крайне важно и вот сегодня в мариуполе люди мучаются бандеровцы под улюканье запада взяли 400 тысячный русский город в заложник и держит и и запад и шульц и хи 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 это смешно и смешно они жрут там пьют а им смешно понимают но вот а если бы у нас было вот эти целая армада беспилотник бандеркоптер может прилететь бандеровцу постучаться в окошечко а когда тут окошечко откроет вот так ему в лоб и всадить что-нибудь и все без потерь причем он может опознать лицо может что точно вот этот товарищ а не какой-то другой у нас есть все таки и триада то есть космические войска это может быть все из космоса делать да то есть мотивировали мне что-то бубнили чванились коммунисты они живут в эй диван и генералы там то а мы дадут чё эти беспилотники сбиваются так вот вот смотрите какая ситуация не ставят жилых кварталов там пятое десятое а мозгов то у них не хватало что наша авиация просто раздавит авиацию бандерляндии вот и все и некому будет перехватывать квадрокоптера некому будет перехватывать беспилотники мы могли бы действовать мы вот даже те как бы самолеты которые все-таки теряются но в такой войне вполне можно было вполне избежать вот этих пакет потому что вот ну прошла информация что пару наших самолетов сбили можно было прежде чем туда самолеты послать послать беспилотник да посмотреть что что там что там будет ли какая-то реакция там пво будет ли я думал глуполатые бандеровцы вряд ли бы удержались пальмечки по беспилотнику но если бы они даже сбили беспилотных то потерь бы не было ну и так же мне хотелось бы сказать что ну вот включилась какая-то экономическая программа то есть действительно не стали выкупать эти автоматы по 50 долларов это позорище это жадность коммунистов вот во столько они оценивают жизнь наших солдат дайте хотя бы 200-300 долларов ну живее там папа пойдет полторы 350 тонн золота гребете гребут 350 тонн золота нету них денег понимаете все самим говорит не хватает все все сжираем и все вот как бы смотрите ну и такой момент вот почему я вот эти базы мы можем не только это военные базы ну поставить там склады военные склады продовольствия и начать торговлю с население не просто там раздавать надо налаживать экономическую зиму привезли раздали один раз и что дальше надо чтобы там людям был на 30-40 процентов дешевле взять пусть даже по себе стоимости по оптовой цене там может быть даже договориться с коммерческими структурами что завезете продовольствие за аренду помещения брать не будем ну цену вот установите такую скромненькую так чтобы это было людям ну как бы выгодно вот смотрите дело в том что вот рассылаемые ссылки вы вершите историю то есть если вот удалось вот это продавить еще если бы вот самого начала с киева с и вот это крымская группировка аксёнова назовем ее так она бы ее бы снабдили силами и она энергично двинулась вдоль северного фаса и южного фаса то война бы уже вот просто закончилась потому что посмотрите какие расстояния прошли наши войска они бы уже такие же расстояния прошли к западным границам кольцо бы это уже не оперативное окружение а стратегическое окружение состоялось бы все просто бандеровцы потеряли бы полностью внешние границы вот что важно а ведь вот понимаете глупые коммунисты они бы не изучали ни истории ничего а понимаете в историю тоже ну как бы такая история уже была то есть вот это запереться в городах достаточно глупая в свое время у чингисхана и харизм шаха вышла так сказать большая война и чингисхан напал на харизм шаха и тот выбрал имея армию гораздо больше боеспособную хорошую умеющую воевать и даже сын его был талантливый полководец но вместо того чтобы как джимал один его сын предлагался встретить врага так сказать собрав мощный кулак харизм шахт распихал гарнизоны вот эти и вот они там сидели но вот они надо же и это привело к самым печальным последствиям чингисхан брал в окружении создавал оперативное преимущество рассылал там корпуса джабе субидей и так далее и они брали кто одну крепость по другую и потихонечку гасили сгоняли там население вот совершенно там людоедские сцены творились местное население с помощью местного населения телами заваливались тела так сказать вот но тогда крепости представляли какую-то ну вот как сейчас бандеровцы делают так примерно чингисхан дело но сейчас вот они взяли тактику можно сказать харизм шахт но вот они сколько угодно будут в городе сидеть но когда-то им придется сдвинуться когда-то им придется выйти ну вот как бы наши же войскам не хватает иногда терпения на терпение в бою есть спутница победы и вот и поэтому главная наша сейчас задача ну и конечно вот это вот плохие вести запада что ровно в окружении львов в окружении вся граница по периметру когда контролируется само знание это конечно повлияет на очень плохо но я конечно вот по поводу вот этих не умение коммунистов реагировать на не такие тормоз всегда вот собирается там банды во франции вот этих всех головорезов собирает и прочее прочее ну во первых элементарные вещи ввели смертную казнь вышли из совета европы надо делать то что на ноги вели смертную казнь для наемников повешение они же как мы во франции шарлемане вот мы поедем в россию поохотиться на сафари называть ну давайте покажем кто охотник понимает 2 мы наверно и нам аналогично если противник таким действием прибегает мы то почему не можем собрать профессионалов собрать иностранный легион и там же собирается ну а какие-то специалисты например снайпера снайперов много не бывает их надо собирать по всему миру вот давайте для бандеровцев на зизель группа фюрера для гавуляйтера зеленского группа фюрера колечко там бандита да вот этот рыбак наркомафия там где публичные дома вот все надо